Субтитры создавал DimaTorzok Всем привет! Сегодня я бы хотела с вами поговорить о нумерологии, немного заняться моей новой деятельностью, поэтому из-за мероприятий я не смогла этим заниматься, и именно сегодня я хочу с вами много поделиться. Хотела бы, чтобы кто-нибудь из вас написал в директ мне полное вашу дата рождения, то есть если у меня 03-05-2002. Вы напишите именно так, и я вам рассчитаю ваше число судьбы, и в историях у меня вы сможете увидеть свое предназначение именно в работе, и какие профессии вам желательно работать, чтобы достичь целей своей жизни. Итак, давайте начнем с числа судьбы 1. Это число судьбы директоров, их еще называют лидерами, директорами и так далее и тому подобное. Чем отличается она, допустим, от числа судьбы 8, бизнесменов? Точно нужно уловить эту штуку, что люди с числом судьбы 1 хорошо работают на зарплату в больших корпорациях, то есть они могут руководить большим количеством людей, у них классные организаторские способности, они умеют всем нарезать задачи и так далее, но при этом им лучше работать на кого-то в команде, чем управлять своим бизнесом. Следующее число судьбы – это 2 и 3. Хочется сказать, что они абсолютно идентичны, и что это число судьбы продюсеров. Также это дипломатов и других людей с сильной, чештою характером, которое является умением коммуницировать с другими людьми, большим количеством людей. Например, в том числе и продавать. То есть это и число судьбы и продавцов, и число судьбы дипломатов, также продюсеров. То есть, знаете, такой типа судья, такой, который может разрешить конфликт, найти общий язык с любым человеком и так далее. Например, у меня. У меня число судьбы 3, то есть продюсер, дипломат, продавец и так далее. То есть у меня это хорошо получается, я не спорю. Но и в то же время коммуницировать с людьми я тоже умею. Я могу найти общий язык с любым человеком, только если я это захочу. То есть если я не хочу, я ни с кем не коммуницирую, ни с кем не общаюсь и так далее. А так у меня это хорошо получается. Следующее число судьбы – 4. О числе 4 сложнее всего рассказывать, потому что люди иногда обижаются, что, говоря, это все, это все обо мне. Потому что все числа судьбы, они определяют, так или иначе, какую-то профессию. А число судьбы 4 – это просто число судьбы трудоголиков, ну и командных игроков. То есть их сильная сторона – это достижение целей благодаря уборному труду и командной работе. Ну то есть даже если вы условно певица, то вам лучше петь в Виагре, чем сольная карьера. Следующее число судьбы – 5. О нем говорят так. Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь была похожа на американские горки, заведи себе партнера с числом судьбы 5. То есть это люди, которые любят рисковать. Они любят путешествовать. Для них самое главное – это движение. То есть чем больше они передвигаются, тем больше они рискуют, меняют сфер деятельности, тем больше им везет, тем больше у них денег. Но вы должны понимать, что число судьбы 5 еще часто встречается у врачей. Потому что каждый хирург каждый день, когда он берет нож и скальпель, он рискует. Понятное дело. Часто это число судьбы у врачей скорой помощи. И что самое главное, если у вас число судьбы 5 и не рискуете, вы доскучали в этой жизни, поверьте, что это плохо. Потому что вы будете менять тогда женщин, мужчин тоже. И искать вот эти вот ощущения внутренние, что вам чего-то не хватает. Следующее число судьбы 6. Это люди, которые умеют чувствовать тренды. Они опережают время. Они умеют соединить в себе очень много информации. Поэтому туда все айтишники, юристы, журналисты, финансисты, экономисты, историки моды и так далее. Они могут в себе поместить много информации. Через сито просеять самое важное. И они всегда идут на опережение. Вот все, кто еще 3 года назад занимался криптой, это люди судьбы номер 6. Следующее число судьбы это номер 7. Это число судьбы психологов. Чем он отличается от дипломатов, то есть в троечке. Тут про коммуникации, то есть имеется в тройке, а тут в семерке про понимание потребностей других людей. Число судьбы номер 7 также могут быть политики. Только не те политики, которые деньги раскидывают куда угодно, а те, которые действительно понимают потребность людей, народа и хотят им помочь. Как я сказала, число судьбы это психологи. То есть это те психологи, которые пришли в этот мир для того, чтобы помочь людям, реально помогать людям. Следующее число судьбы это 8. Это число судьбы бизнесменов. Быстрые обороты денег. То есть вот все, не знаю, обычные предприниматели. Все, кто просто купи-продай. Все, кто занимается пошивом одежды, постройкой мебели и так далее. Следующее число судьбы это девятка. Это дизайнеры эстета. Некоторые спрашивают, типа, вот если у меня число судьбы 8 и мне не светит быть дизайнером. Нет, я вам сейчас все как надо объясню. У дизайнера есть свое число судьбы. Это 9, как я уже сказала раньше. Но если вы хотите заниматься масс-маркетом, то вы можете заниматься при числе судьбы 8 одеждой. То есть вам нужно четко понять, что 9 это эстеты, 8 это быстрый оборот. Дизайнером может быть человек с любым числом судьбы. Просто у кого-то одни сильные стороны, у кого-то другие. Люди с числом номер 9, то есть дизайнеры, они всегда красиво одеты. Они всегда одеты с иголочки. Они эстеты. Даже если они не напрямую не проявляют в профессии, то они красиво всегда одеваются. Или они занимаются какими-то предоставлением эксклюзивных услуг. Все коллекционеры, все маркетологи делают фокус на красоте, на эстете, на эксклюзивности и так далее. Следующее число судьбы это 11. Это число судьбы астрологов, нумерологов, ведущих и телеведущих в том числе. Чтобы разобраться в своем предназначении, нужно просто уловить такую ключевую мысль. У вас может быть какое угодно число судьбы, но смотрите, если вы журналист с числом судьбы 9, вам нужно идти в журнал, я не знаю, L и так далее. А если вы журналист с числом судьбы 8, то вам нужно идти в журнал Forbes, например. Если вы журналист с числом судьбы 7, то вам нужно писать о психологии 6. Это просто вы можете обо всем на свете писать и так далее. Под конец хотелось бы сказать, что не только число судьбы определяет ваше предназначение, вашу профессию. Для этого есть и другие факторы, их очень много. Поэтому для того, чтобы убедиться, где вы хотите работать, какое ваше предназначение и так далее, вы можете записаться ко мне на расчет. Ссылка будет здесь. Записывайтесь. Я вас жду. Ну а теперь, если ты дошел до самого конца, дошел, дошла, то, пожалуйста, оставь реакцию, если тебе понравились эти сторисы, и если я как-то была тебе полезна сейчас. Поэтому мне будет очень приятно, а тебе не сложно. Спасибо большое. Спасибо.